Как разобраться в происходящем вокруг нас? Как узнать, к чему приведут подчас бесполезные и бестолковые искания смысла событий, происходящих в собственной жизни, в жизни страны и планеты? Как, смотря в прошлое, увидеть в нем зерна, из которых произросло то, что называется настоящим? В какой-то точке эволюции находимся мы сейчас, и куда несет нас рок событий? Можно ли заглянуть в будущее? Оказывается, да. На одной с нами планете, в одном с нами государстве, в обыкновенной московской квартире собрались однажды вечером обыкновенные современные предсказатели. Сотрудники синергетической лаборатории, Символа, где разрабатываются проекты... ...которые являются одним из просто уже осуществившихся примеров такой исследовательской работы. Мы не стоим ни у кого на дотации. Мы автономная научно-исследовательская организация. Мы не ждали, пока откроется Институт человека, пока в комиссии Гвишиани или где-то еще захотят заняться и исследовать эту проблему. Мы сами начали это исследовать. Наши небольшие рабочие группы. В наших постоянных семинарах, ты же участник, и прекрасно знаешь ряда семинаров. Они происходили у тебя там или в других местах. Поэтому вопрос можно поставить так. На уровне факта это свершилось. Я уверен, я убежден, и мне это известно. Мы не единственная вот эта неформальная, неофициальная, автономная исследовательская организация в нашей стране, которая занимается актуальными темами, которые необходимо исследовать. И которые мы исследуем, не спрашивая никого на то ни разрешения, и не прося ни о чем, собственно говоря. Хотя, конечно, это ограничивает, потому что финансово-технический вопрос был в контактах. Я сейчас скажу еще. Значит, вторая часть этого вопроса стоит об имплантации новых идей в настоящее. Мы называем это экогеном будущего. Дело в том, что революция не готовится. И готовится именно, когда нечто вызревает внутри общества. Вот эти экогены будущего, так сказать, они прорастают, как зерна будущего в настоящем. И временяться, и, так сказать, происходит, из этих зерен вырастает именно древо будущего. А все, что было, оно становится в каком-то смысле, следуя этой метафорой, почвой. Как я понял, одна из ваших тем конкретно, это каким должен быть человек будущего. Каким он может быть в тех сложившихся условиях, которые на сегодня мы имеем. Я бы, мое понимание, оно стоит в том, что мы не накладываем ограничений должествования, каким он должен быть, или каким он должен следовать. У вас нет идеи таким, каким он должен быть. Нет, у нас есть, разумеется, позитивная идея. Не могли бы вы раскрыть эту позитивную идею? Каким должен быть, на ваш взгляд? Давай. Саш, может быть, ты? Саша, расскажи, что вы. Что это? Саш, Валер, промал. Я бы сказал так. В отличие от отрицательной модели, как я понимаю, которая существует под видом... Я бы сказал, существует комплексная модель. Комплексная модель Негантера. Потому что когда Валя заговорил о прогностике, то здесь вообще есть очень интересная проблема. Потому что, ведь действительно, прогностика, особенно прогностика, касающаяся человеческого общества, она находится в некотором парадоксе. Потому что мы пытаемся прогнозировать то, чего нет. То есть человеческого свободы. Нет, нет человека, нет будущего, но тем не менее мы это будущее пытаемся описать. В том числе и индивида. Так вот, здесь я бы... Начинаем с индивида. Начинаем с индивида. Естественно. Так вот, даже если мы... Мы, собственно, не важно на каком уровне рассматривать эту проблематику. Мы можем на уровне общества, мы можем на уровне человека. Вот человек обладает судьбой. Он может эту судьбу исполнять, может не исполнять. Это как бы доказано. Да, но роковое событие обычно связано, в общем-то, не с крушением судьбы, а зачастую с выявлением судьбы как таковой. То есть именно в этот момент человек, который, в общем-то, был до этого момента отчувствен от жизни, просто вот в силу вышесказанного всего функционализации человека, он начинает жить реальной судьбой. Но, действительно, сломы судьбы происходят. Тогда выступает альтернативная судьба. Как правило, эта судьба более тяжелая. Настоящая. Потому что она наступает и переходит в нее. Вторая судьба, альтернативная. Пакет альтернативных судьб, как правило, окружает человека. И, наконец, может быть, третий момент, когда вообще судьба рушится. Ну, я сравнил бы с деревом. Дерево может расти прямо. В случае каких-то событий оно может обрастать, уходить в ветви. И, наконец, в него может ударить молния, и оно пойдет каким-то альтернативным путем. Но, может быть, еще случай, гораздо более страшный. Антургения. Это наш термин, который мы называем. Когда молния ударяет в дерево и сжигает его, тогда дерево уходит в корневую систему. Вот тоже может происходить с обществом. Мы как-то привыкли говорить, что общество развивается, что общество развивается. Раз течет время, то есть, раз есть вектор физического времени, то идет эволюция. Необязательно. Возможно, инволюция. Возможно, циркулярность. И всего этого мы имеем различные сценарии относительно будущего человека. Сейчас есть какое-то смешение понятия ветхого человека, понятия природного человека, как человека, противопоставленного человеку оккультуренному, городскому, и поэтому обладающими большими ценностями, чем в какой-то степени, да. Но во многом такой подход таит серьезную опасность. Опасность каждого момента эволюции человека и человечества можно увидеть на этих схемах, которые разработаны в синергетической лаборатории, где занимаются наукой будущего. Синергетика. В переводе с греческого означает взаимодействующее. Она должна вобрать в себя знания всех наук, направленных на изучение человека, на его развитие, совершенствование и даже, если хотите, строительство. Каким же интеллектом и талантом должен обладать такой ученый? Как органично должны сочетаться в нем знания современных наук и интуитивная мудрость древних, которую сбрасывать со счетов нельзя. Ведь, справедливо говорят, для того дорожила умы, а вера, надежда и любовь позволяли поднимать планку высоты все выше и выше. В наш век надежда найти братьев по разуму не оставляет человечества. Впрочем, это, кажется, уже не относится к области фантастики. В 1928 году в Норвегии и Голландии ученые Хальс и Штермер получили странное радиоэхо. Это удивительное явление до сих пор не получило естественного физического объяснения. Причем, ведь это не значит, что сокращают им жизнь. Им делают более полномочий.